Добрый вечер. Дорогие гости, давайте садиться, располагаться, как вам удобно. И немножко мы, да, всем загоревшим и не успевшим загореть, который что-то планирует. Здравствуйте. Я немножко расскажу, что, может быть, у нас меняется, что добавляется. Я Калаев Дмитрий, я директор акселератора. Одновременно я еще оборудование проверю, что микрофон работает, кликер тоже переключает слайды, чтобы наши стартапы не депрессовали на этот счет. Окей. Это 15 раз, когда мы показываем наши портфельные компании. И на самом деле наша цель, чтобы вам кто-то понравился, и вы захотели либо купить их продукт, либо проинвестировать. Лучше и то, и другое сразу. И с нами можно инвестировать и на более ранних стадиях. Если вам про это интересно поговорить, то сюда на сцену буквально через пару минут выйдет Максим Чеботарев, и с ним можно будет про это тоже поговорить. Немножко про нас. Ну, мы достаточно активный инвестор. Буквально в августе коллеги писали статью, ну, в смысле не наши коллеги, а коллеги американские писали статью Forbes. И оказалось, что вот если смотреть на количество сделок и количество экзитов из портфельных компаний, то вот мы на восьмом месте в мире. То есть в целом, если посмотреть, что коллеги, с которыми мы соревнуемся, в основном находятся на рынке Америки, то, на мой взгляд, это достаточно достойная позиция. Хотя понятно, что есть над чем работать. И, собственно говоря, понятно, что нам до того же Y-комбинатора еще надо где-то раз в 5-6 вырасти. Но, по крайней мере, тот опыт, который в нас накоплен, и то, что мы делаем с портфельными компаниями, оно достаточно круто на мировом выровании. Я об этом совершенно спокойно заявляю, не стесняюсь. Чего у нас возникает, может быть, либо нового, либо изменений того, что работало и так. У нас достаточно давно существует такой формат заочный акселератор. Это когда мы, собственно говоря, к компании с рынка на этапе подтверждения, а есть ли клиент, есть ли у этого клиента проблемы, подходит ли наш продукт, может ли платить клиент, умеем ли мы собирать деньги с клиентов. То есть это еще не инвестиционная для нас стадия, но стадия, на которой мы уже готовы разговаривать со стартапами. Через этот формат мы провели более 1200 стартапов за все 5 лет и поняли, что вообще это отдельный продукт. Ну, всего лишь 5 лет нам потребовалось, поняли, для того, чтобы мы осознали, что это отдельный продукт. И мы это вводим просто как отдельный доступный для рынка формат, где вы можете добраться до нас, сказать, вот мой стартап, в котором я сам сел, или стартап, в который я как инвестор проинвестировал или планирую проинвестировать, или даже я компания, внутри компании у меня есть спин-оффы. Пожалуйста, помогите быстрее им понять, кто их клиент. Потому что, допустим, в текущем идущем формате мастерская стартап-продаж у нас есть из 50 компаний 8 корпоративных представителей. То есть это пришла компания, говорит, мы точно умеем делать продукты, у нас хватает технической экспертизы, но когда мы продукт вводим на рынок, оказывается, что клиенту он не очень нужен. Давайте вот эту вот часть исправим. В общем, если это интересно, подходите ко мне, поговорим. Это формат еще доинвестиционный для нас, но там есть ответ на вопрос, собственно говоря, продукт нужен рынку или нет. Следующее. Где-то год назад я говорил о том, что мы запускаем программу Executive. Это такая кастомная программа для компаний поздних стадий. И сейчас она из кастомной, где мы работали что-ли под каждую команду, прям сильно собирая свой велосипед. Мы поняли, что там велосипеды более-менее одинаковые. И у нас возникла программа кастерации для компаний СИД. Это компания с выручками от 15 до 100 миллионов рублей в год. И цель такой компании – либо пробить потолок, то есть она зависла на уровне 50 миллионов в год и надо вырасти, либо добежать до следующего раунда инвестиций. Человек, который работает с этими компаниями, это Артем Мазевич. Он как раз будет вести весь вечер. И вот к нему стоит подходить, поговорить, есть ли у вас есть такая компания. И, собственно говоря, вы тоже хотите нашей экспертизой воспользоваться. Ну и, собственно говоря, если вы хотите, чтобы компании, с которыми вы работаете, вот на том этапе, на котором вы увидите сейчас стартапы, тоже ускорились, это тоже к нам. В общем, подходите, будем разговаривать, если вам это интересно. Немножко про корпорации. Мы достаточно давно работаем с крупными игроками на российском рынке. Оказалось, что, опять же, внезапно, что для них тоже важны как предпринимательская активность внутри компании, так и поток стартапов, которые можно встроить на пилоты. И в этом году у нас прямо вот одновременно сейчас только идет программа с Билайном, Сбербанком, там Леруа, Мерлен и… Ну, если логотипа нет, наверное, это под НДА. Еще одной неназываемой компанией. И если в компании, в которой вы работаете, тоже есть такая задача, давайте про это тоже поговорим. Что еще? Для тех же самых крупных компаний, так как возникает вопрос, а что делать с этим стартапом, который непонятно, то ли он закроется, то ли там не закроется, как с ним вообще жить, как с ним контрактоваться, как его устраивать. Мы в пиджаках, а не в шортах, непонятно, как разговаривать. У нас есть курс стартапы для бизнеса, он будет 3-5 декабря, поэтому QR-коду можно как раз выйти на лендинг, на котором описано, что в курсе происходит, то спикеры и так далее. Барселона. Звездный час Максима Чеботарева. Расскажи, что будет происходить в Барселоне. Да, коллеги, добрый вечер. Собственно, я отвечаю за сообщество инвесторов, которые в Афре находятся. Нас там почти 500 человек. Все суперактивно инвестируют, классные люди. Мы раз в полгода где-то собираемся в интересных локациях пообсуждать, что происходит с рынками, что происходит с венчуром. Ну и, собственно, здесь это сессия для инвесторов, как инвестировать в глобальные стартапы, как выходить на испанский рынок, как это делать эффективно в России. У нас там будут суперспикеры. На сайте посмотрите. Присоединяйтесь, приезжайте. У нас обычно довольно весело. Дима не даст соврать. Он потом сколько-то недели-две мы тебя в офисе не видим после наших бизнес-сессий в обдумывании интересного контента. Я, конечно, не видел. Ну, практически. На следующем слайде перелеснить. Там будет QR-код. Вы его сфоткаете. Приезжайте и вместе поговорим про то, как инвестировать и в России, и на глобальные рынки. Потому что мы, как фри, очень активно идем на глобальные рынки. У нас отдельная стратегия. Ты, наверное, расскажешь про то, что мы делаем в Штатах. Ну и плюс сейчас мы запускаем всякие Китая и Европы. Да, Максим, спасибо. Ну и как раз Максим тот человек, с которым стоит разговаривать про… Мы хотим соинвестировать. Да, его девушка в полосатой рубашке, которая сейчас не с нами, а в телефоне. Это те люди, к которым стоит подходить, поговорить про Барселону и про то, как соинвестировать с нами в компании. И сейчас коллеги поставят еще один слайд. На этом слайде есть QR-код, по которому вы можете попасть в канал, в котором мы как раз одновременно с вот этим вот рассказом будем обсуждать, кому какой стартап понравился. Ну то есть, собственно говоря, это просто голосовалка. Ну у вас этот же QR-код есть на задниках брошюр, которую мы дали. Кроме компаний, которые есть у вас в брошюрах, у нас еще будет три компании поздних стадий. То есть, это те компании, которые проходили акселератор. Кто-то из них год назад, кто-то там полтора года назад. Они получали от нас следующий раунд. Сейчас доросли до следующего объема инвестиций. Они как раз расскажут, где они находятся, какой план и, собственно говоря, сколько денег им теперь надо на следующий рывок в их бизнесе. На этом все.